Караван, опоясанный георгиевской лентой, символом Великой Победы. Так можно назвать праздничные гуляния в честь освободителей нашей Родины, которые прошли сегодня в городе над Богом. Площадку торгового центра АУМИ стала отправной точкой массовых мероприятий. Здесь прошла благотворительная концертная программа «Салют Победе». Выступления танцевальных и певческих коллективов были посвящены подвигу защитника во время Великой Отечественной. Люди, присутствовавшие на празднике, не могли сдержать эмоций. Эмоции радости, счастья и благодарности ветеранам за мир и спокойствие. Это вообще священный праздник. Дело в том, что у меня и отец воевал, и дед воевал. И я очень отношусь к этому празднику с таким вот вдохновением и очень уважаю ветеранов. И этот праздник, вот у меня приехала сейчас сестра Эстонии, у них нет вообще этого праздника. И вы поймите, что они приехали просто поражены, как в Беларуси празднуют День Победы. Чувство большой гордости за нашу Родину, за нашу Беларусь, за ее потенциал, за ее хорошее отношение нашего государства к людям, к ветеранам. Радость за то, что мы живем, что нам дали жизнь наши деды, прадеды, наши родные. У меня в семье тоже много погибло. Я рада этому празднику, что мы счастливы, мы живем и продолжаем жить. Праздничная программа в щезнаковой даты прошла с не меньшим размахом и на одной из главных площадок – городском парке. Первую скрипку в патриотически настроенном оркестре Победы играли гости и жители города. Они шли на праздник под названием «Это День Победы», который знают и любят, и который вызывает настоящую гордость за тех, кто дал нам полное право повязать на свою одежду георгиевскую ленту. Хочется сказать им огромное спасибо. Хочется пожелать им еще долгих-долгих лет жизни, так как они сотворили такой мир, такой, как говорится, даже я очень волнуюсь. Они очень многое сделали для нас. Благодаря им мы живы, живы наши дети, и как бы продолжается жизнь на этом свете. Я вообще сама русская, живу в Белоруссии, но у меня такая гордость именно за белую даже Русь. Этот праздник самый сильный в нашей стране и вообще во всем мире. 69 лет прошло с того дня, когда прогремели первые залпы Победы. Победы над жестоким врагом, который посеял смерть на многие километры, начиная от рубежей Брестской крепости и заканчивая предместием Берлина. В этот праздничный день, который подарили нам славные солдаты и офицеры, защитники нашей Родины, люди всех поколений поздравляют и благодарят их за мир и возможность жить в свободной и независимой стране. Я хочу поздравить всех ветеранов в этот день. Хорошего здоровья, чтобы они хорошо жили и долго, и счастливо. Я поздравляю сегодня ветеранов, желаю им счастья, хорошего здоровья. Пусть они защищают всегда нашу страну. Я хочу пожелать ветеранам долгих лет жизни, а самое главное, что они нас освободили от немецко-фашистских захватчиков, и чтобы жили они долго и счастливо, чтобы на свете царился мир. Продолжение следует...